Когда моя лучшая подруга Катя сообщила, что выходит замуж за своего бейфренда Григория, я не знала, то ли поздравлять ее, то ли попытаться как-то отговорить от опрометчивого шага. Григорий мне ужасно не нравился, но поскольку Катя его очень любила, я, уважая ее чувства, старалась никогда не отзываться о нем плохо. Про себя я называла Григория человеком с двойным дном. Он всегда вел себя подчеркнуто вежливо, не выказывал никаких эмоций, никогда ни с кем не вступал в спор, не повышал голоса, не шутил и не смеялся. Все это меня всегда очень настораживало. Я была уверена, что за этими показными вежливостью и сдержанностью скрывается какой-нибудь порог. Не уважала я Григория еще и за то, что к своим 25 годам он очень сильно зависел от родителей. Его отец с матерью придерживались, ну скажем так, крайне консервативных взглядов. Они пристально контролировали буквально каждый шаг своего единственного сыночка. Например, если Григорий оставался у Катерины ночевать, родители тут же устраивали ему по телефону настоящую взбучку. Нередко звонили они и Катиным родителям, чтобы высказать, как плохо они воспитали свою дочь. По их мнению, Катя вела себя совсем как уличная девка, насильно затаскивая их драгоценного сыночка в постель. А сколько раз Григорий по требованию своей мамаши срывался среди ночи и мчался домой, оставляя Катю в слезах. Перечить родителям он никогда не смел. Когда Григорий сделал Кате предложение, его родители, за два года так и не изъявившие ни малейшего желания познакомиться с будущей невесткой, заявили, что ноги их не будет на этой свадьбе. Катин же родители заказали зал в хорошем ресторане и пригласили гостей. Несмотря на такое, мягко говоря, странное поведение семьи Григория, Катя все равно чувствовала себя счастливой. Медовый месяц будущие молодожены планировали провести на каком-нибудь морском побережье. Но когда до дня бракосочетания оставалась всего неделя, Кате позвонил Григорий. «Катерина, ты меня прости, пожалуйста, но я должен тебе сказать, что никакой свадьбы у нас не будет», заикаясь от волнения, сообщил он. «Мы должны расстаться. Так бывает в жизни». Как выяснилось чуть позже, принять такое решение его заставили родители. Катерина долгое время не могла оправиться от этого удара. Друзья и родители старались делать все возможное, чтобы поскорее вывести ее из депрессии. Но Катя, казалось, утратила всяческий интерес к жизни. Ее абсолютно ничего не радовало и не интересовало. Я очень переживала за подругу и уже не знала, что со всем этим делать. А потом мне пришла в голову мысль, что Кате просто необходимо срочно сменить обстановку. Я купила горящие путевки в Египет. И через пару дней мы с ней уже загорали на берегу Красного моря. А спустя еще несколько дней на пляже мы познакомились с очень симпатичными ребятами. К тому же они оказались из нашего города. Мы вместе ездили любоваться древними пирамидами и на другие экскурсии. Играли в теннис и пляжный волейбол. Ходили на дискотеки. Один из них, Константин, стал ухаживать за Катей. И я впервые за много дней увидела на ее лице улыбку. Константин был полной противоположностью ее бывшего жениха. Очень открытый, общительный, внимательный и добрый. Примерно через полгода после их первой встречи Катя и Костя поженились. А еще через год у них родился сын Алеша. Я тоже вскоре вышла замуж. И теперь мы дружим с семьями. Казалось, что Григорий и несостоявшийся с ним брак были напрочь вычеркнуты из Катиной жизни. Но однажды бывший горе-жених сам напомнил о себе. Он заявился к ней без звонка спустя почти пять лет после их последней встречи. Дома была только Катина мама и маленький Алешка. Григорий, едва переступив порог квартиры, сразу стал ныть. Поймите, я люблю ее. Мне без Кати очень плохо. Поговорите с ней. Может, она вернется ко мне. Я усыновлю Алешу, честное слово. И так далее в таком же духе. И тут вдруг маленький Алешка, до этого внимательно глядевший на незнакомца, громко спросил. Бабушка, а когда от нас уйдет этот противный дядька? Вот видите, молодой человек, ребенок сам все решил. А вам действительно абсолютно нечего здесь делать, строго сказала бабушка. «Уходите, вас, наверное, дома ждут». Григорий ушел и больше пока не появлялся.